Как к земле относится, так же она к тебе поворачивается. Так вроде бы не плохо. Русская поля. Сегодня мы расскажем вам о социально ориентированном хозяйственнике Алексея Заковыркина. В его динамично развивающемся сельхозпредприятии, располагающегося на рубежах Михайловского района, сегодня, как и во всех предприятиях Михайловского агропромышленного комплекса, завершена уборка зерновых и начата кампания по уборке технических культур. В этом году у нас очень хорошо получилось и слаженно убрать весь урожай. Погода нам позволила. Мы убрали, заложили его в закорма. А сейчас потихонечку подготовились к посевной и начали посевную. В этом году очень благоприятный время был для уборочной. Но посевной, правда, хотя бы сейчас дождик, хотя бы не прошел. Прошел в небольшой. Хотя бы небольшой. Надо просить божьего. И будем сеять. У нас плана где-то 1200-14 гектар посеять азимой пшеницы. Рапс хотим посеять немножко, попробовать первый год азимову. Вот завтра будем выезжать на рапс. Зерно убрали. Посевной подготовлены. Семена протравили. Технику наладили. Испытали уже. Но в этом году урожайность получилась меньше, чем в прошлом году. Да, в этом году урожайность поменьше прошлого года. Ну, где-то в одной круглой цифре. Где-то в районе 30-32 центров гектара получилась. Но зато она по своему качеству выше, чем в прошлом году, да? А, по качеству очень хорошая. Кликовина 24-26. Это хорошее зерно. Меньше. Меньше неплохое. Вот стараемся быстрее убрать сейчас с полей зерно, засыпать склады, вот, посушить ее, как там, которое есть, зерно влажное. Отсеется уже. Вот сейчас начали сеять, вот сейчас бы быстрее бы отсеяться нам. Знакомьтесь, ценный кадр. Василий Васильевич Дружинин. Молодой человек, родом из села Печерники. Три года работает у Алексея Михайловича. В коллективе его уважают за трудолюбие и добросовестность. Василий Дружинин, окончив работу в полях своего хозяйства, оказал помощь соседнему фермеру. Так что отдохнуть вовсе не удалось. А вы на какой технике работаете? Я сейчас на классе. На все, какую дадут. Там все, и кондиционер, и в нем. Все есть. Специалисты на любую технику садятся и ездят. Даже гладь не тянет. Вот привык, я тут, в деревне. А сами живете где в Печерниках? Да. И с Печерников сюда приезжаете? В принципе, здесь рядом все удобно, да? Да, удобно. Таких вот троих, четверых, и все, и рабочих больше не надо. Ответственно. Спать не будет, пока не сделает. На его сутки. Об Алексея Михайловича рассказывать двойное удовольствие. Во-первых, он очень открытый и доброжелательный человек. Во-вторых, он и его супруга Нина являются опорой в продвижении добрых дел, как органам районного местного самоуправления, так и общественным и церковным организациям. Так, например, в августе этого года была освящена в селе Анино Успенская церковь. Это рядом с селом Фирюлевка, а в Фирюлевке обосновалась база фермера. Алексей и Нина Заковыркины приблизили этот долгожданный момент, оказав своевременную посильную помощь. Во время третьего в новом храме богослужения 21 августа Заковыркиным были вручены благодарности благочинного Второго Михайловского округа протерея Сергия Орлова. Дорогие братья и сестры, решением нашего теперь настоятеля благочинного Второго Михайловского округа протерея Сергия Орлова грамота дана сотруднице Успенского храма села Анино Заковыркиной Нине Сергеевне в день освящения храма благословения за усердные труды во славу Русской Православной Церкви. Аксиус. Аксиус, Аксиус, Аксиус. Аксиус, 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 Аксиус. Дело в том, что мы знаем, что Алексей Михайлович, он сейчас весь в трудах, уборочные комбайны, трактора, машины полные, зерна идут под его неусыпленным контролем в закрома. Поэтому вот эта горячая пора не дала ему возможность сегодня самому лично прибыть. Он свою супругу прислал, Анину Сергеевну, но они тоже очень активно помогали нам в строении нашего храма. Поэтому мы их так и назвали сотрудниками. Во славу Богу, Игорь Михайлович. Да, во славу Богу. Ну что я хочу пожелать? Я хочу пожелать вашему храму, ну и нашему храму, тоже раз мы сотрудники, да, и вообще прихожане. Я думаю, что мы тоже будем приходить в ваш храм, молиться вместе с вами. Восемь утра, каждая суббота, отец Сергий будет здесь служить. Здорово вообще. Как можно больше прихожан, наверное, чтобы больше было молитвенников, чтобы все молились. И вот за восстановление, наверное, основного храма, чтобы Господь нам послал, вот, наверное, как сподвижников, которые бы могли принять также участие в восстановлении этого храма. И чтобы мы все помолились за это. И, ну что, батюшка, я хочу вам сказать спасибо, Господи, у вас всех. Мы очень рады, очень рады, да. И я думаю, что мы по возможности будем стараться тоже помогать. Если что, вы просто обращайтесь к нам. Будем по возможности помогать. Как Господь вам даст, чтобы всем здоровье дал. И самое главное. Помогал, да, вешали колком недавно. Недавно, потом что там, вокруг порядок наводили, убирали все, там, строительный мусор, вот это все это. Ну, храм-то уже миллион лет заброшенный был, только начали за ним ухаживать. Ну, вот постепенно, постепенно территория оживает. Да. И это то, что вокруг кирпичи битые были, получился хороший подъезд к нему, уже по грязи не поедешь. Ну, все заложили на дороге. А двумя днями ранее Алексей Михайлович был удостоен почетной грамоты Министерства по делам территории и информационной политики Рязанской области. Награду ему вручила министр Анна Рослякова. Ну, вот помимо того, что вы занимаетесь сельским хозяйством, вы еще неоценимый вклад просто вносите, Алексей Михайлович, ну, социальную жизнь наших поселений, которые вот, поселений, да, которые находятся вот здесь вот рядышком с Фирюлевкой. Ну, это не без этого. Если помогать мы не будем, у нас будет все здесь в неприглядном виде находиться. Поэтому приходится помогать и окашивать, и там где-то мусор спрятать, где-то прикопать его. Так приходится помогать. Не то, что помогать, даже иногда сам видишь, и ты уже хочешь самому что-то сделать. В этом году в хозяйстве Алексея Заковыркина пущена в эксплуатацию собственная сушилка. Но с учетом того, что погодные условия позволили вырастить продовольственное сухое зерно, к ее услугам прибегали не так часто. Не выросла, Алексей. Не выросла, думаешь, почему не выросла. Есть какие-то заботы. А в Москве что-то? В Москве там уже интересно, не знаю. Работу закончил в Москве. Решил ее продолжить здесь, на сельской земле работать. Земля, да, она просит что-то. Ей отдаешь, и она тебе возвращает. Вот же обратите внимание, у нас же полезнее снять зал, так заброшу. Все, вокруг все разрабатывается, все засеивается. Пригласить вот к украинцам, которые думают, что у нас здесь все заросло, они ошибаются легко. Душа руководителя радуется, глядя на обработанную землю, возрождение любимого села, в котором родился и вырос, встретил свою единственную и самую главную любовь в жизни, односельчанку Нину. После долгого расставания с родной глубинкой, желанная встреча. Зов земли был услышан сердцем, и оно отозвалось новой радостной встречей. И не просто встречей, а божьим промыслом, позволившим прорасти надежде из непаханного чернозема русской глубинки. Сухая. И скажу, не то я. Сухая. Здравствуй, русское поле. Сдадим ее. И твой тонкий колосок. И на стол получим хороший продукт. Сало мне. Поле. Русское поле. Субтитры создавал DimaTorzok